всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня эти мне хорошее настроение не просто так сегодня у нас с вами 30 ответ на вопрос 30 оправдание по версии это землянина Эда Винтерса проповедника активиста вегана из Англии благодаря его в общем-то видео и текстам и у меня получился такой плейлист такая серия роликов которые я выпустил он меня вдохновил своим примером своими видео я тоже записал такую же версию взяв за основание его эти оправдания которые он собрал из опыта своей проповеди веганство да он их произнес на камеру унес видеозаписи перевод я нашел и видео когда-то встретил на канале азмеи сим зерно духа они перевели и озвучили у меня есть ссылка на их не страницу я сейчас читаю по своей а есть еще 30 оправданий на моем сайте вы все это найдете и я создал свою версию со своими добавлениями тексты это да как рассказывал у азмеи сим просел что-то пообещали на так все это в лето кануло мы с ольгой сами сделали стенограмма отредактировали но я потом что-то еще в этой редакции в своей когда делал добавлял от себя да ну я делал самом пометочки люблю говорить больше словом до писак из меня никакой и вот получилось то что получилось сегодня у нас последняя финальный ролик выход я еще его продолжу эту даже серию немножко своим добавлю даже отдельными выпусками я имею дупо потому по оправданием по ответам на вопросы именно в таком просто формате не веган потому что как я назвал всю 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 серию да вот но по версии это мы сегодня заканчиваем последние три финальных ролика были самые большие наверное самые ну большой самый получился родственник когда что не буду рост не буду веганом потому что родственники не поймут отвернуться 2250 да по моему там почти получилось предыдущие о том что бог разрешил быть убийцей труппажором он уже классический в принципе полтора часа для меня это норма сегодня тоже поговорим но возможно даже в часик влезем плюс минус до оправдание звучит один в поле не воин можно сформулировать как вопрос не хочу быть веганом мы же ничего не изменим да ничего не не получится но и более всегда развернуто этого формирует от лица вопрошающего или оправдателя или отговорщика как угодно даже если даже если я стану веганом ничего не изменится ведь остальные от этого не станут веганами а это значит что животные продолжат подвергать животных продолжат подвергать эксплуатации и убийству я даже думал я сначала такую иллюстрацию поставил потом думал ее поменять на более мне близкие я часто вы видели их использовать тип такой но вот эта иллюстрация там go vegan она говорит об активизме да и я в оконцовке оставил опять все как было все-таки эта иллюстрация сам смысл сам посыл действительно отражает и я по сути просто опять расширю хотя об активизме уже говорили но так как видео в этом к в этом то скажем контексте все-таки последнее хотя в моем плейлисте даже этот play 3 эти 30 оправдания только часть всех видео которые собраны в моем личном плейлисте моих личных авторских проповедей о веганстве там уже больше 120 около 120 видео вот но эта картинка все-таки отражает суть этого оправдания и я сначала поговорю об этом кто все-таки все-таки конечно же скажу об активизме да вот потому что один в поле не воин мы опять будем рассматривать прежде всего и даже здесь поэтому и вот как бы один воин стоит против толпы там да речь конечно же пойдет опять то есть по сути мы просто поделим я поделю свою речь но вы свое слушание на две части опять пассивный так скажем веган и активный да то есть пассивное веганство активно вот по сути здесь просто будет идти конечно речь о пассивном хотя и от сам по активист активный веган до проповедует он конечно в основном веганский активизм как он его по крайней так переводы звучат когда я смотрел его выступления разные публичные там были дебаты вот но в этом вопросе он как-то по моему уже не будет переходить на активизм но я расширю немножко поговорю и вот но я думаю много нибудь потому сейчас в основном я его тексты тоже просто прочитаю будет многое уже сказано и произнесено им но я зачитаю то что же вы не раз слышали вот поэтому я скорее всего больше для про формы тоже прочитаю вот и просто тоже своими словами скажу добавлю давайте же почитаем какая-то отвечает на подобное оправдание и вопросы давайте давайте начнем с того чтобы сделать что-то действительно значимое нужно всего лишь нужен всего лишь один человек представьте если бы нельсон манделла мартин лютер кинг или малькольм иксом вдруг ну нам не очень известная веган то ну кому то может известно такие конечно как лютер кинг там нельсон манделла вот люди но все-таки он человек англо говорящего мира поэтому более другие известны люди ну каждый может представить своих сейчас в общем то я сошлюсь как всегда на иисуса для христиан да допустим вдруг отпустили руки сказали один в поле не воин на самом деле любое значимое движение в истории начиналось с группы или нескольких отдельных личностей но я принципе не знаю почему это об этом не сказал или даже с одного человека это действительно так вот но в принципе он до этого сказал ну почему здесь как бы я бы продолжил или с одного человека но я для христиан так как я сам веган христианин то то же самое христианство началось непосредственно с иисуса даже не с компании он сам по себе вышел и проповедовал истину потому что он есть бог являвшийся в оплате каждый человек становящий это кстати просто так как я веганство стараюсь естественно распространять прежде всего среди христиан более широко брать среди религиозных людей более широко брать конечно среди всего мира вот но просто по уровню более желание и ответственности конечно же выстраивает такую цепочку тоже прежде всего христианы должны быть веганами если ты не веган ты не христианин потому что любовь к животным эта часть всеобщей любви ко всему божьему творению и христиане которые якобы на словах чтут бога проповедуя его любовью да при этом уничтожает его творение и причиняя ему боль убивая и эксплуатируя его творение в котором он всячески во всем точно также присутствует и внешне его сотворив и по плоти в но в нем сейчас дыхание в своем жизни тоже обитающим поэтому за христиан мне особенно больно да зато за их участь до за их хулу на истину и за то что они могли бы делать добро на самом деле имея все к этому возможности предпосылки творят наоборот зло не становясь веганами не проповедую веганство как часть христианства потому что это любовь проявляема животным но мир наши состоит не только из животных да они большую службу сослужили бы и веган им которые сколько я встречаю могу смело сказать что можно пополам поделить половину из них прямо мне примут это на это я на самом личном опыте и говорю статистику я тоже не считал как я говорю прям дословно да но по моему внутреннюю меру ощущения ровно половина мне прямо признавались когда то что христианин за это конечно же проповедовал топил и когда я эти темы поднимаю любви к человеку там или или они сами знаю видимо контент там мою деятельность вот мне прямо грыль я ненавижу людей вот в принципе за ту же самую нелюбовь к животным я выслушайте за за сами акты действия против животных я их тоже по головке не глажу но я желаю как 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 моя любовь проявляется к тем сам трупажором проповедью к ним вопрошением разглашением и призывом к их нему к их не природе к чистому доброму сердцу по которому они созданы желая их него покаяние изменения тогда все мы будем в небесном царстве во всеобщей любви пребывать ибо много личности индивидуумов не бывает мир прекрасен то что нас много и все мы разные разные не по смысле добру и злу а по красоте вот и все по уникальности просто своей и поэтому соответственно разнообразие пашу человек устает от одного и того же к нас много на планете нам жить интересно вот и все так как не прямо говорит я ненавижу не то что не люблю ненавижу и такие слова употребляет вот эта беда и христиане будучи веганами действительно тем же сам веганам проповедовали истину каждый человек становящийся веганом делает большой вклад веганское движение и напрямую влияет на мир в котором мы живем к примеру в сша но сейчас немножко статистики скучной ну давайте тоже послушаем к примеру в сша в 2014 году было убито на 400 миллионов животных меньше чем 2007 году это значит что каждый из тех кто стал веганом перестав употреблять животные продукты внес вклад в эту статистику каждый из этих людей внес вклад спасение жизни 400 миллионов животных теперь в сша вырастает на 400 миллионов животных меньше чем меньше 400 минут на животных не придется при проходить через боль страдание насильственную смерть животноводческая промышленность ориентируется на спрос потребителя когда мы идем в магазин и покупаем какой-либо продукт ну все может знаем слышали но зачитать все таки отдав да нечесть еду мы будем делать это когда мы идем в магазин и покупаем какой-либо продукт мы повышаем спрос на такой продукт поэтому когда мы покупаем животные продукты мы повышаем спрос на разведение убийство животных однако когда мы покупаем веганские продукты и растительные альтернативы животным продуктов мы изменяем спрос и предложения на рынке мы повышаем спрос на другие продукты мы повышаем спрос на веганские альтернативы а чем меньше людей покупать животные продукты тем меньше тем меньше животных разводят убивают тем больше людей покупать веганский продукт чем больше ли покупать продукты тем больше веганских продуктов будет производиться это происходит уже сейчас Теперь не просто убивают меньше животных, но количество и разнообразие веганских продуктов растет с каждым днем. В магазинах теперь можно встретить веганские сыры, веганское мороженое, растительные заменители мяса, веганское растительное молоко. Сейчас в магазинах очень большой выбор веганских продуктов, которых не было 10 лет назад. Но даже всего пару лет назад. Да даже всего пару лет назад. И ассортимент расширяется постоянно. Сейчас практически в любом ресторане и кафе можно найти веганские блюда. И целые веганские меню. И это потому, что все больше и больше отдельных людей повышают спрос на другую еду. Все вместе и каждый по отдельности мы изменяем спрос, изменив образ жизни. Невозможно отрицать тот факт, что веганское движение растет в геометрической прогрессии. Каждый день все больше и больше людей меняют свой образ жизни и становятся веганами. А это значит, что каждый день отдельные люди принимают на себя ответственность и моральные обязательства изменить свои привычки и образ жизни. Вне зависимости от того, что делают другие. Ну, тут уже я кратко подведу итог. Эдовская речь. Уже мы много раз с вами говорили о спросе и предложении. Поэтому не будем об этом сегодня говорить. Это действительно понятно, что спрос рождает предложение. Я сегодня не буду говорить о том, опять, действительно ли растет веганское движение. Это все очень такие... Можно судить по предложению. Действительно, оно бы не возникало, если не было бы спроса. Да, это так. Но все это такое себе. Веганы были и всю историю человечества от первого человека. Мы об этом с вами тоже. Я много раз поднимал эту тему и говорил. Поэтому, если кто-то смотрит на какие-то недалекие времена, там, ой, в Советском Союзе не было веганских продуктов. В Советском Союзе тоже были... Я про Россию сейчас говорю. Как это там все обычно про Англию говорить, да, или что-то с этим связано. Про англоязычный свой мир. Я говорю за русский мир. Будучи представителем русскоговорящего населения, человечества. Что, не было веганов? Было. Всем известно, что Толстой был веганом. И все его окружение, все, кому он все это задвигал, многие люди принимали. А они как питались? Каким растительным молоком? Все сами делали. И питались теми же самыми простыми продуктами. Из них тоже самое что-то готовили. Они выпустили там... Есть первая, кто знает, кулинарная книга. Прям в интернете все там тоже уже с фотографиями. Прям исторический документ они тогда выпустили. В газетах печатали уже свои статьи, рецепты. Все было. Поэтому это, знаете, тоже такой себе и по поводу, что мир становится веганским. Это, знаете, все из этой же серии. Кто там, ой, раньше так не жили, а сейчас будем. Какие-то прогрессы, демократия. Все одно и то же. И вот годами, тысячелетиями люди живут в одной глиотине. Какой бы строй ни снимал, политически якобы там в стране не устраивался, все равно все одно и то же. Потому что правят этим строем люди. И назваться они мог как угодно. У нас в истории миллион примеров, как те же самые, которые в одном строй живут, возглавляют. Когда там народ свергал или что-то. Они спокойненько перебывались и из коммунистов становились... Из атеистов-коммунистов на следующий день стояли со свечками, верующими демократами. Это все вообще. Для них переобуться. Люди во власти, это как раз люди какие. Это вот самые скользкие люди. Им ничего не стоит. Поэтому только слова. По поводу веганского движения. То, что сейчас это где-то может быть в массе видно на производстве. Ну так у нас мир такой сейчас. Мир производства, мир альтернативы и так далее. Ну и что? Ну это и раньше было. Ну не было супермаркетов. Но они-то жили и знали, где что достать. Вот поэтому я об этом не очень хочу говорить. По поводу все, что спрос, предложение, что ты стал веганом, ты уменьшил. Это все да. И еще по поводу того, что в принципе эти же 400 миллионов животных и не родились. Не сказать, что я кого-то спас. Я просто... Ведь кто-то из того, что я перестал, его просто лишний раз не развели. Потому что возьмите то же самое животноводчество. Мы же и основная масса людей потребляет не даже трупы и те же самые, будучи трупажором, не тела животных убитые там, как говорят, в дикой, в естественной природе. Нет, это сельское, как их называют, сельхозживотное. Да, фермерские, животноводческие. То есть кого разводят. Их просто недоразвели. Вот. Но других-то мучают, убивают. Но здесь это немножко ловушка такая. В нее, конечно, не надо попадать. Это действительно. Потому что если бы ты потреблял, то его произвели. Эта душа появилась бы на свет, и ей бы причиняли боль. Вот. И благодаря тебе, пусть даже это одной душе, не причиняет боль. И здесь опять, вот именно очень важно на это знать, такое одним больше, одним меньше. Здесь работает закон жизни, о котором я постоянно говорю, в котором все мы живем, хотя или не хотя. Вопрос соблюдаем мы его или нет. И от его соблюдения становимся счастливыми или нет. Нет, это закон поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И наоборот. Не делай никому ничего, чего не хочешь себе. Да. Очень легко ощутить боль этой одной из живой души, а не сказать, да ладно, там одной больше, одной меньше. Поставив себя на ее место. Когда ты будешь конкретно в концлагере, тебе будет все равно, сколько там еще людей. Тебе будет больно, и тебе будет хочется избавиться от этой боли, от заключения свободы. Кто испытывал в жизни мало майскую боль, а, возможно, и сильную боль, тот меня поймет, о чем я говорю. Это не важно. Хоть весь мир сейчас испытывает боль, тебе больно. Тебя не это не успокаивает, да, чужая боль. Сказать, да, пусть, ну, она там тоже потерпит, да. Тебе не устраивает, что ты один из миллиона, да, якобы твоя жизнь и здоровье, и чувства ничтожные. Нет. Тебе сейчас причиняет кто-то боль, и ты взываешь к справедливости, чтобы этого не было. Вот. То есть, это очень все легко, поэтому и одна страдающая слеза достойна нашего сострадания, да, текущая слеза от страдания достойна нашего сочувствия. Ну, и вот, как видите, я уже, в принципе, или Эд об этом скажет, наверное, ну, или я решил иллюстрацию немножко сменить, чтобы она тоже у нас появилась на экране. Это мы можем изменить, все это мы можем изменить и измениться сами, а затем помочь другим. Ну, нет, вот это говорит, конечно, об активизме, я уж просто, я не перечитываю тексты иногда, иногда перечитываю, иногда я просто в это время их редактирую и сразу начинаю записывать. Ну, тут я. Сегодня, кстати, 31-е, 12-е, 2021-е. Кто будет ролик прям смотреть в этот день, если я его открою, сейчас загружу попозже. Всех с наступающим. Да. Ну, я не праздную, поэтому, вот, занимаюсь делами. Сегодня еще, может, позапишу, что-то поработаю, потружусь. Вот, что хотел сказать-то, к чему кролику-то. А, ну, и сейчас утро, время 9, ровно. Уже сколько, пишемся 20 минут. Это говорит об активизме, да? В этом вопросе тоже затрагивает, что мы сначала сами, то есть один в поле не войн, надо не забывать, что сегодня-то один, но завтра ты будешь уже не один. Он об этом сейчас будет говорить, что сегодня-то да, сначала, конечно же, сам Христос, Иисус, Бог, приходящий во плоти, так и учил своих учеников на примере, образе своей жизни. И красной линией всего Евангелия всегда звучат такие слова «Сотворите и научите». Иисус говорит «Слушающий, не исполняющий, подобен пустому человеку, построившему дом свой на песке, глупому человеку». Учеников, когда посылал после своего воскресения и вознесения, уже возносясь, говорил «Идите, сотворив, научите все народы, всему тому, чему я научил вас и дал вам пример жизни во всем». Здесь то же самое. Поэтому сначала мы, конечно, сами, но ты не останешься один. Такова жизнь. Ты засветишь, и вокруг тебя загорятся еще свечки. Это обязательно. А затем, все, что мы можем, это измениться сами прежде всего. А затем помочь другим изменить свою жизнь, просвещая их в вопросах веганства. Вот вам веган-активизм. А это значит, что мы должны осознавать, что и в одиночку мы можем изменять действующее положение дел. То есть, не только животным, ты и людям помогаешь. И опять же, в одиночку. Но когда ты кого-то, да, в веганство обратил, да, человек принял истинную любовь, вас уже двое. А может еще, тогда вас трое, а они каждый еще по одному, по два, по три. Вот это важно об этом понимать. Начинается с одного, но ты не останешься один. А это значит, что мы должны осознавать, что и в одиночку мы можем изменить действующее положение дел. Один человек может вдохновить тысячи людей. Это действительно так. Здесь срабатывает эффект домино. Становясь веганом, мы запускаем цепочку событий. Вы рассказываете людям о веганстве. Они говорят на эту тему со своими друзьями. А те, в свою очередь, со своими друзьями и так далее. Информация распространяется, как круги на воде. И вскоре окажется, что человек, запустивший этот эффект, оказал невероятно сильное влияние и изменил жизнь огромного количества людей. И, конечно же, огромного количества животных. Поэтому нет, мы не можем морально оправдать убийство и поедание животных, ссылаясь на то, что человек в одиночку ничего не может изменить. Потому что это просто, потому что это просто, напросто, неправда. Один человек может изменить многое, а веганское движение как раз таки и состоит из сотен тысяч и миллионов отдельных людей. И это движение постоянно растет. Да, я ведь не перечитал, думал, что я тут не буду об этом говорить. Нет, у него тоже отлично поставлена вся его эта серия. Заканчивается она действительно хорошим тоже ответом на оправдание по поводу одиночества и, как мы видим, не просто веганство, а именно веган-активизма. Давайте еще дочитаем, уж и я скажу тоже свое напоследок слово, хоть я говорю, ролик еще будет продолжаться. Но тут, в принципе, одно предложение тоже. И каждый раз отдельно взятый человек может повлиять на спрос и предложение. Но, в принципе, он возвращается, поэтому я еще картиночку, еще одну добавил. Немножко отделил эти один абзац. Непозволительно продолжать покупать и есть животных, повышая спрос на их убийство. Поэтому мы должны стать веганами, ведь это единственный верный путь с морально-этической точки зрения. Ну, вернулся он опять к веганству, может, даже лишнее было. Поэтому я сейчас еще расскажу о том, о чем мы только что... Я бы даже еще раз прочитал. Давайте еще раз прочитаем, чтобы у нас это уселось. Я уже без комментариев между строк, а потом скажу сам. Все, что мы можем, это измениться сами, а затем помочь другим изменить свою жизнь, просвещая их в вопросах веганства. А это значит, что мы должны осознавать, что и в одиночку мы можем изменить действующее положение дел. Один человек может вдохновить тысячи людей. Здесь срабатывает эффект домино. Становясь веганом, вы запускаете цепочку событий, вы рассказываете людям о веганстве, они говорят на эту тему со своими друзьями, а те, в свою очередь, со своими друзьями и так далее. Информация распространяется, как круги на воде. И вскоре окажется, что человек, запустивший этот эффект, оказал невероятно сильное влияние и изменил жизнь огромного количества людей. И, конечно же, огромного количества животных. Поэтому нет, мы не можем морально оправдать убийство и поедание животных, ссылаясь на то, что человек в одиночку ничего не может изменить. потому, что это просто-напросто неправда. Один человек может изменить многое. А веганское движение как раз таки состоит из сотен тысяч и миллионов отдельных людей. И это движение постоянно растет. В принципе, напоминаю, если забыли, аргумент назывался «Один в поле не воин». И для тех, кто слушает «Еще не веган», вот вам оправдание, ответ, обличение этого оправдания, его разбивание в дребезги, ответ на эти вопросы, что изменится, как изменится, утверждение, что не изменится, отговорки все эти. Становитесь веганами и вокруг вас, да, как кто там из православия знает, вроде как, якобы, Серафиму Саровскому приписывал эту фразу, что он сказал «Спасись ты, и вокруг тебя спасутся тысячи». Ну, по сути, в Новом Завете апостол говорил такую фразу, что уверую, спасешься ты и вся твоя семья, да. Здесь то же самое. Стань веганом и увидишь, как вокруг тебя тоже они будут появляться. Поэтому, кто не веган, становитесь, да. Хотя, тут сейчас плавно хочу перейти и сказать, ну, да, ролик не будет большой, не переживайте, последний уже. Но я скажу кое-какие свои мысли. Первое, конечно же, я хочу поделить своим опытом, за 12 лет веганско-христианской жизни, уже около 6 лет подходит на Ютубе, в реальной жизни, вокруг меня, при моей-то, вот этой активности, не скрывании, кто я есть, при возможности, желании проповедовать, сказать человеку, свидетельствовать истину, еще пока не один человек, за 12 лет, в реальной жизни, получается, не за 6, как в интернете, а за 12, в реальной, ни один человек не стал веганом. Вот из людей, которых реально меня окружают, родственники, друзья, знакомые, приятели, сколько случайных людей, так называемых, в жизни приходилось где-то за 12 лет встречать, работать, общаться, что-то, да, ни один человек от моих-то проповедей не стал. Ну, вы видите, мое отчаяние, я бросил это на первом году, на втором, на третьем, на пятом, на десятом, нет, я жил все года одинаково, но за 6 лет на Ютубе, я не могу вам сказать количество, вот, не так часто мне свидетельствуют, причем прямо, открыто, но, конечно, за 6 лет было много свидетельств, кто написал, кто не постеснялся или посчитал нужным, да, даже это сделать, вот, свидетельствовали мне об изменениях в своей жизни, и сейчас я уже буду говорить не только о веганстве, пусть это сегодня за повод, возьмем вообще об истине, я как проповедник христианства, под христианством я подразумеваю истину, или иногда, чтобы было понятнее, так прямо говорю, я проповедую истину, а истина в том, что Бог есть, Он есть личность и природа, всего бытия, которая в трех сущностях, бессмертии, свободе и любви, любви ко всему, что мы видим вокруг себя, и сейчас я, естественно, буду говорить об этом, и поэтому мне свидетельствовали, естественно, знаете, 6 лет на ютубе, не только об изменениях в любви к животным, но и к людям, к природе, к самому себе, да, люди бросали пагубные привычки, которые ничего хорошего в жизни, у меня нет ни одного ролика о том, что там курить нельзя, или курь его зло, там, выбросьте сигарету, но мне ни один человек рассказывал, что бросили курить, да, на том простом основании, что я, конечно, рассказывал, что я сам курил, там 15 лет, и когда бог мне открылся, я с радостью эту дурь выбросил, вот, и обрел полноту счастья, потому что это не грех, если ты там сам у себя в коморке куришь, но, так скажем, это, но это не любовь к себе, и ты от этого сам страдаешь, это выкинутые деньги на помойку, причем большие деньги, на эти деньги можно ребенка вырастить, я не знаю, сейчас пачка сигарет, мне кажется, самая дешевая в России, наверное, рублей 200 стоит, я, честно, не знаю, сколько стоит, я так предполагаю, мне кажется, около таких цен, это 6 тысяч в месяц, если ты пачку в день выкуришь, а курильщик выкуривает, я выкуривал пачку в день, ну, пусть 5 тысяч, на деньги можно ребенка вырастить, реально, в России, плохо или хорошо, но можно, да, вот, это вред здоровью, с утра тебя блевать тянет от первой сигареты, к вечеру тебя блевать тянет от последней сигареты, весь день ты зависим, от тебя все время воняет, ты этим говнищем, да, я сам терпеть не мог курящих людей, когда был курильщиком, особенно женщин, девушек, с которыми я там встречался, да, общался, вот, то есть это абсурд получается, тебе самому все это не нравится, но ты этим занимаешься, вот, я просто об этом вот так говорил, и не один человек, да, мне об этом засвидетельствовал, что бросил, причем вот именно сам добровольный, и счастлив, да, и не собирается возвращаться, вот, и это на те вещи, на которые я даже не давил, так скажем, да, потому что, я говорю, пожалуйста, опять же, это грех, если ты, тебя там, жена не курит, а ты там смолишь, в доме даже, да, не заботишься о ее здоровье, и комфорте, да, это грех, ты зло причиняешь ближнему, я говорю, сам ты там заперся, да, деньги не тратишь, табак выращиваешь, скажешь, да, я даже деньги не тратишь, который мог бы на более добрые дела пустить, но я говорю, ну, сам ты себе, если не вредишь, считаешь, может, ты даже от этого удовольствия получаешь, это важно тоже понять, и если человек получает удовольствие, ему не вправе говорить, что это грех, да, а ты от другого получаешь, каждый имеет право получать то, что, ну, получаешь ли, я всегда говорю, слушайте, я такой же как вы, а вы такой же, как я, и когда мне говорят, что он от курит получает удовольствие, я понимаю, что это то удовольствие, которое я получал, ты к этому уже привык, у тебя какая-то психологическое, ты находишь оправдание психологически, что якобы ты там удовольствием, ты просто бросить уже не можешь. Ты стал раб этой соски и просто бросить не можешь. И находишься в себе отговорки, что якобы тебе это нравится. Да и мне естественно для легких человека, для всей этой фигни. Поэтому я прекрасно понимаю, что если я этого не испытывал, этого не испытывает никто. А говорит, ну как и я мог говорить, ну курю да курю, мне нравится вроде как. С пивком там, да, как говорится, через тяжку. Все это такая фигня, это такая тошниловка, да. Да с годами все мы, кто знаете, в детстве курили, вот с детства, в юности, и потом в стартяжи я же встречался там с каким-то одноклассниками бывал. Да все рассказывают, что давно бросить, уж пытался там несколько раз бросить. То есть это нормально для человека, что он пытается от этого говнища избавиться, да. Вот так вот. Поэтому по поводу истины, я буду говорить в полноте, и по поводу вот активизма и проповеди. Это все правильно говорит. Стал сам и свети другим, да. Вот. Вокруг тебя будет мир меняться. И я хочу сказать, конечно, единственное, что опыт вот этой шестилетной ютубе показал печальную, удручающую статистику, по крайней мере, относительно меня, что будет меня всегда глажить. Я увидел, что люди, став даже сами светом, якобы, якобы, потому что Иисус говорил правильные вещи. Если ты стал светом, то никто нормальный человек, никогда свечку, лампочку, люстру, он ее не под кроватью крепит. Ну, Бог говорил, Иисус, да, две тысячи лет назад об этом говорил. Сейчас, можно сказать, о человеке безумном, который люстру под кроватью прикрутит. Ну, Иисус говорил о свечке, которую ставят на самое высокое месте в доме, чтобы светило всем, да, на самое открытое. Ее не ставят, говорит, под сосуд, и не накрывают потом кастрюлей, да, и не ставят под кроватью, не убирают под кроватью. Все правильно. И вы знаете, всегда по своим поступкам, как Иисус сказал, и о других, и о себе, от избытка сердца говорят уста. Посмотрите, в чем ваша жизнь, что исходит из ваших уст, о чем вы говорите с родственниками, друзьями, в социальных сетях, что вы постите, это ваше проявление. И посмотрите на свои дела, на свои плоды, как Иисус образно говорил, ну, или прямо, да. И вы увидите свою сущность. Это очень важно понимать. И я за наблюдениями, шестилетиями наблюдениями тех, кто меня окружает, и даже людей, которые меняли свою жизнь, становились настоящими христианами, неформальными, там, псевдохристианами, православными, или еще что-то. Вот. И действительно принимали свободу во Христе, любовь ко всему, в том числе и даже к животным, да, что кажется кому-то удивительным, хотя это должно быть вообще естественно. Вот. Первая любовь, которая проявляется, она проявляется к невинным существам, к слабым, которых ты вообще обижал вообще ни за что, и даже не враги, которым ты мстил, да, что во многих религиях, в том же самом, православие проповедуется, да. Вот. И я наблюдаю за этим, я, конечно же, не захожу, как я все говорил, на страницы там всех каких-то своих знакомых и смотрю, что у них, да. Но у меня же всплывают оповещения, я ставлю оповещения. Вот. И у меня, я вижу, чем человек живет. Иногда к некоторым, кто как бы близко или якобы ко мне в дружбу набивался, с кем и вроде бы якобы дружим, я, конечно, могу зайти там и на страницу посмотреть просто. Ну, обычно я говорю, у меня стоит и уведомление у таких людей, что у него там, что он там у себя на стене размещает. И вы знаете, шесть лет жизни показало, что единицы, буквально единицы, хотя через меня прошло все равно при моей вот такой небольшой популярности, но опять же, это сейчас для интернета небольшая, для реального мира когда-то, да, любая какая-нибудь секта, община или церковь, это, да, 10-20-50 человек. Конечно, если интернет перевести на мир реальный, даже и моя деятельность достаточно крупная, но, конечно, в мире интернета кажется, что я маленький человек. Вот. Но при этом маленьком все равно, это же десятки, сотни, даже порой тысячи людей плохо, хорошо, просмотры хоть и медленно, но там с годами набирают. Это значит, кто-то это увидел. Вот. По тем контактам, которые через меня проходили. И я, конечно, был удивлен, не то, что меня, я вот ищу тут славы, тщеславие, в чем вечно проповедников обвиняют, просто, по сути, их роду деятельности, да. А я наблюдал за тем, как вот действительно, вот работает ли эта схема распространения. Ты зажегся, другого зажег. И я увидел, что печальный факт жизни, что люди по разным причинам, о которых я сейчас, конечно, скажу, не светят дальше. Вот они те сосуды, которые, ну, они сами-то не могут быть безумными. Иисус говорил притч, как бы, о Боге, да, что умный человек не поставит, и Бог, конечно, сливит свой светильник, он его просветит, да, обязательно поставит. Вот, тут я говорю, вы просто посмотрите, вы-то светильник или нет, раз вы не стоите и не светите. Есть ли у вас тогда этот свет? Потому что сама проповедь и активизм говорит, дела проповеди, активизма, словесного вашего вещания. Может быть, вы там интроверты или кто-нибудь там, кто не очень любит там как-то публичности и говорения там. Пишите вы что-то, какая разница, постите, картины рисуете сами, чужое все это постите. Пусть вы и с посторонними людьми не очень контактите, но все-таки у вас есть друзья, приятели, соработники, да. Как вы себя ведете, о чем вы говорите, готовы ли свидетельствовать о правде. И я наблюдаю, увидел печальную картину, что никто, моими видео вообще никто не делится. Я, конечно, не могу, почему я говорю, если человек прямо взял ссылку с ютуба и все разместил, я такое увижу, если только я говорю где-то в соцсетях, мы там законтачили тоже, допустим, человек постучался, добавились. Или я кого-то нашел, в друзья попросил добавиться, да, и, допустим, поставил уведомление о его новостях, о его записях. Такое, может, я тоже бы увидел. Но, конечно же, многих-то я... В основном уведомление приходит о том, что на стене, в основном он твои перепощивает или нет, да, которые ты у себя размещаешь, а ты к нему заходишь, да, или о новых видишь. Вот я за шесть лет на ютубе убедился, что моими видео никто не делится. Единицы. И если делится тоже, ну, там бывает, его, может, пропрет на одно-два видео или на какой-то период жизни, там, месяц, два, три, полгода, год, ну, и потом забивают. Либо вообще соцсети на соцсети забивают, либо на вот это деление, да, пощение, как, не знаю, как правильно склоняется все это. Сейчас в социальных сетях. Репосты вот эти, да. И я и удивился сначала, конечно. Естественно, печаль-то всегда будет об этом. Любой проповедник, активист, да вообще человек, желающий миру благо, будет об этом скорбить. Сам Иисус на Ослике, восходя в Юрусалим, плакал о нем и говорил, как я хотел бы, чтобы огонь, который не изъел, возгорелся. И как бы я хотел вас всех собрать под крылья свои, но вы не захотели. И я, конечно, сначала я, конечно, переживал более сильно все это. Сгадаем все это, конечно, притупляется, ты понимаешь, что, ну, что ж, такой вот мир. Причин много, но основная, я прекрасно понимаю, это страх, трусость, как хотите. Трусость – это уже просто природа, называется страх якобы. Это эмоция, чувство мимолетное. По сути, общая природа – это трусость. Это боязнь. Боязнь, трусость, вы все понимаете слов. Я говорю, мы его всегда много придумали. Суть об одном. Кто-то боится своих родственников, стесняется. Я говорю, он даже о себе-то не заявляет. Не то, чтобы там призывать, ультиматум оставить. Он даже не готов миру заявить. Причем в одностороннем порядке. Возьмите соцсети, в принципе. Ты же ни с кем-то не находишься лицом к лицу, тет-а-тет. Ты можешь заблокировать комментарии, не увидеть никаких агрессивных эмоций. Это же твой блокнот. Это твое проявление в мир. Ты можешь хотя бы в одностороннем порядке заявить об этом. Конечно, ты потом, может быть, получишь обязательно отзыв и реакцию. Кто-то тебе реально позвонит, что родственник, что за бред. Но вот именно, ты не готов вообще. Ты живешь маленькой серой мышью. И, к сожалению, не знаю, стоит ли на Евангелие ссылаться сегодня уже более крупно. В Евангелии от Марка, кто со мной его читал, знает, там есть такое... Оно заканчивается очень великолепно. По мотивам лучших каких-нибудь бестселлеров, фильмов. Там показаны две возможные истории развития. Там показано первый раз, когда Иисус воскрешает и является разным людям. Женщинам, и они и говорят им, идите там, расскажите даже ученикам, всем, кто вокруг нас был, что вы видели меня воскрешим. И они не идут, написано. И там так черта подвинена, как будто вот все, стоп. Все остановилось. Все, что было, все было зря. Они просто убили в себе это. Да, они это узнали. И замолчали. И никому написано ничего не сказали. Эти слова настолько страшные. Я помню всегда, говорю, вот вдумайтесь в их силу. Никому ничего. А они пошли и никому ничего не сказали. И потом заново, как будто вторая нам, я так и делил, помню, на два столбика. Хотя любая страница даже в интернете читается вот так. Я ее поделил. Евангелие только что, текст сплошной на картинке. Делю его на два столбика и показываю, как оно великолепно написано. С двумя возможными в развитии события. Предлагая как бы читателю, слушателю, зрителю два варианта. И выбери опять две таблетки, да, как в матрице. Выбери, какую ты считаешь нужным. Убить это. Убить истину на корню. Заглушить это или распространять это. И опять начинается точно так же. Там было в последний день субботня, а там в воскресный день. Об одном и том же дня говорится даже по-разному. И рассказ другая, где Иисус еще и еще является. И наконец-то все все понимают и все-таки решаются друг другу говорить. Да, и дальше нести это слово по всему. Как мы видим, две тысячи лет несется по всем краям земли. Да, до всех краев земли. Вот здесь то же самое. И, конечно же, я, видя таких людей, меня, причем окружающих, казалось бы, которому ты сделал благое дело. Хороший фильм, вы знаете, я уже не раз в меня слышал. Я рекомендовал посмотреть фильм «Твори добро» про мальчика. Как он якобы такую придумал теорию. Да, я вот сделал добро. Вместо «Спасибо» сделай трем другим людям. Хороший американский фильм, такой добрый. Правильный, вот с этой мыслью. Вот, хорошо и снят. Ну, там ничего гелиутского снят по-простому, как больше под документальный такой. Вот, посмотрите. К сожалению, это кино. В жизни вот люди не хотят так поступать, не хотят так делать. И, казалось бы, я тебе, ты вот познал истину, стал веганом. Ты меня благодаришь, Бога благодаришь. Ты познал истину, обрел счастье, очистил сердце, душу, жизнь. Смыл себе эти грехи, эту кровь, все. Ну, так ты сделай что-нибудь для других. Принеси это счастье другим, в душе. Принеси это счастье защите этих животных, которых... Ты же всех их защищаешь этим, проповедуя. Ты спасаешь их реально. Ну, нет. Я не вижу. И это касается всего. Любого. Любви к людям, к врагам, да. Вы же знаете, я за все топлю. Стараюсь все сферы жизни разобрать. Все эти патриотизмы, войны, все эти религии. Секты. Ну, казалось бы, ты сам освободился. Сколько людей через меня все-таки обрели эту свободу. Делится с моими роликами? Нет. Сами что-то? Хорошо. Мне не нужно, чтобы моими роликами. Хорошо, сами. Это идеально, чтобы вообще сами выпускали свой контент. Он через вас бы... Вы то, что познали, вы бы были уникальны. Потому что я говорю, все мы разные. Кому-то я не захожу, как я говорю, внешне, говором, длиной своих роликов. Вы бы произвели какой-то контент на свет, который был бы абсолютно уникален. Пусть вы пишете, рисуете, еще что-то. Делайте это. Есть люди, которым вы подходите. Музыканты, вы еще, у вас сфера деятельности. У вас другой круг людей. Им через музыку это будет легче понять. Но это не говорит, что ты делаешь. Это как и я. Смотрите, я проповедник, но я делюсь и проповедническими, чужими посторонними. Я всех с удовольствием пиарю. Эда, Гэри в плане веганства. К сожалению, в мире христианства практически некого. И то, если есть какой-нибудь священник один про татуировки, говорит грамотно, правильно, объясняет, что ты это сам сделаешь. Человек, который сам не в татуировках, священник, православный, взрослый мужик с седой бородой уже говорит, что вы это сделаете. Он говорит, что на Востоке делают, чтобы свидетельствовать в мусульманском мире, что я христианин, под угрозой жизни. Говорит, а вы это сделаете, это вызов. Спокойно объясняет. Я и таким делюсь контентом. И при этом я сам не рисую, не пою. Я делюсь чужим творчеством веганов, кто клипы, песни сочиняет, выставляет. Стихи, поэты, детская сказка. Я же чужую взял, да, и зачитал, помню, там, две веганские прекрасные сказки про Олли, там, да, и котлетку, помните, кто. Да, то есть, ну, какая разница, даже если вы сами в чем-то уникальны, обязательно в чем-то уникальны. И в этой сфере вы можете свой личный, собственный контент выпускать, другим-то делитесь. Поэтому вы моими, если вы через них пришли, да, может сказать, ваша обязанность любви сказать мне спасибо. И это спасибо бы выразилось, как я вот по принципу того мальчика в твори добро, да. Это сделайте другим-то, мне действительно это не надо. Ну, раз вы сами не хотите, не умеете говорить, хотя, я говорю, хорошо, чтобы вы и сами говорили. Я всегда делился всеми, какими вижу проповедями, говорю, возьмите в веганском мире. Да и в христианском в свое время, когда я шел, я тоже делился и православными, когда и практиковал его. То есть, я вот, я же от него что-то познаю, да. Я хочу, чтобы другие, это моя любовь к другим проявляется. Что такое поделиться в социальных сетях, делиться чем, добром. Я хочу, чтобы все это поняли. Я понимаю, что он мне вроде на словах поет одно, там, дружбу набивается в общении. Смотрю, как он себя ведет по жизни. Нет. Вот. Так что вот так вот. И поэтому трусость, это не божественная природа. Вас сидит без, так и есть. Смелость, вот Божия, божественная природа. Это надо понимать. Ее надо тоже развивать. Не надо говорить, что я таким родился. Я не раз в этой жизни родился. Все в жизни человек достигает собственного труда. В раю, когда появился первый человек, по плоти это касалось, действительно, к Эдемскому саду, ко всей природе, и животным возделывать и хранить. А по духу это относилось к собственной природе. К божественной природе, которую ты должен сделать из Адама Перстного, как говорил апостол Павел, в Адама Небесного, в Иисуса Христа, в любовь полную преобразиться. Это должен был делать человек сам с собой. Конечно, протестантские, там, православные бредни, потому что ты ничего не можешь, ты червь, а не человек. Это все чепуха. Это ложь. Это дьявольские бесовские учения. Иисус всегда говорил о труде, что Царство Небес на силу берется и понуждающий себя в их исполнении заповедей любви. И что делает? Восхищает его, преображается в эту любовь. Поэтому, если вы трусы, вы ни на кого не свалите. Вы не будете там, где Христос, где смелые люди. Это ваша природа. Она не согласуется с Божественной. Это очень важно понимать. Поэтому распространяйте. Активизм говорит о том, что вы достигли. Если вы неактивный, и активный может быть любой человек, обязан быть человеком. Любой. Кто бы вы ни было, слабая женщина или взрослый мужчина, какая разница? Взрослого мужика тоже повяжут 20 человек. И что дальше-то? Тоже будут пытать и избивать где-нибудь там в тюряге или какой-нибудь там в религиозной. Как там какие-нибудь мусульмане избивают, там еще кого-нибудь христиан, не знаю. Так что это вопрос смелости. Это вопрос серьезный. Именно он вас толкает или отталкивает, трус, наоборот, от активизма, от проповеди. Но это говорит о любви. И любовь, значит, у вас настолько не горит. Если бы горела любовь к миру, к людям, к животным, вам рот будет клепом затыкать, вы все равно будете орать. Это очень важно. И по поводу, хочется сказать, тоже доукрасить, дорасширить и дорисовать этот образ, вот этого распространения и эффекта распространения. Я об этом всегда думаю, когда вот у меня такие моменты горести, отчаяния. Что на самом деле, конечно же, вот этот эффект бабочки, он называет, или эффект камня брошенного в воду, да, мы не знаем его результатов. Вы сказали одному, тот сказал третьему. И кажется, вот даже я все говорю, да, у меня там небольшая аудитория. Да, неизвестно, сколько я веганных сделал и куда они потом пропали. Или христиан освободил. Ну, по какой-то причине они от меня все равно там тоже отвернулись. Мы не стали общаться, может быть. Что-то их не устраивало. Мир очень разнообразный. Да, поэтому он вроде это принял, то же самое, свободу во Христе якобы, да, но не смог то же самое веганство принять и свалил. Вот, но хоть что-то он принял уже хорошо, другим понесет. И мы не знаем этого эффекта. И, возможно, когда-то твое слово, которое кого-то изменило, изменит. Вот я говорю, да что я там, у меня там тысяча подписчиков, да, и там тысяча просмотров. Ну, не десятки, не сотни, да. Тысяча с трудом, я имею в виду, тысяча-две с трудом набираются там за какие-то уникальные ролики, да. Но, ведь этот человек до пятого, как говорят, что через пятое рукопожание, мы вообще любого человека на планете знаем, да. Получается, он мог сделать какого-то известного человека. Ты кому-то сказал. Он просто учился в одном классе там с сыном звезды какой-нибудь, сейчас которая стала, возможно, выбился человек у нас есть. Бывают в жизни случаи бедные какие-то там, нищие, простые люди выбиваются. У него-то окружение и бывшие друзья такие-то. Да, и вот он стал таким, как он звезда. А у него 40 миллионов только подписчиков какой-нибудь поп-рок, спорт или кинозвезды, да. И он об этом стал свидетельствовать на своих там аккаунтах. Сколько через него людей-то. И все это благодаря тебе. И пусть ты этого не знаешь, конечно, знать бы об этом хотелось, потому что это реально вдохновляет тогда, да. Одно дело, ты себя мыслями подкрепляешь, другое дело, делами. Да, как говорят, святым духом сыт не будешь, да, или воздухом. Это то же самое. Конечно, можно фантазировать, что ты апельсины ешь. Можно их реально есть. Грызя сухари, фантазировать, да, и реально есть апельсины. Ранец огромный, конечно. Поэтому это, конечно, важно осознавать. Ну, хорошо, если вы об этом узнаете. Бог будет вам открывать, чтобы вас подкреплять где-то. Но, может, такого и не быть. И вот, ну, и у меня как раз, у меня вот из такого рода испытания. С одной стороны, опять надо благодарить Бога, ты еще более возрастаешь в этом, потому что ты, несмотря на все неудачи, якобы, да, которые дьявол закрывает от тебя, да, чтобы тебя задушить, ты все равно двигаешься. Ты все равно делаешь добро. Это здорово. Вот, поэтому, хоть сказать, делайте, делайте. Я об этом много раз говорю, говорил, говорю и буду говорить, безусловно. Все равно жизнь-то одна и та же каждый день писал всегда. В телеге нередко пишу. Я говорю, да если бы вы знали, мне каждый день бросить хочется. Сколько глупых, невежественных, бесноватых порой людей мне тоже и пишут, и всякие гадости, и просто дурь. Одно и то же гоняет эту по кругу, да. Судят меня, будучи плотскими, как Павел говорил, и обижаются, и предъявляют мне все там по полному программе, и не любовь не то, что к животным, и к людям. Вот ты же меня отталкиваешь. Я говорю, слушай, я тебя не отталкиваю, но я не могу стать таким, как ты, и спуститься на твою планку идиотизма или злобы. Любовь моя проявляется не в том, что я тебе должен за это зло, все, которое ты вытворяешь, по головке гладить. Суть-то проповеди не в этом, и любви. Любовь, она не поощряет зло, она его обличает, его и его носители. И призывает его изменить. Вот что такое любовь. Это очень важно понимать. Вот так вот. Поэтому, в принципе, все сказал, не буду затягивать. Будьте активны. Становитесь сами, конечно. Об этом я в прошлом ролике много в прошлых говорил, роликах сказал про родственников. Помните, все то же самое. Кто не смотрел, посмотрите. Что, конечно, сразу вы этим не станете, но обязательно об этом думайте. Вообще думайте всегда о совершенстве, о святости, о полноте. Стремитесь к этому, не опускайте руки. Совершенствуйтесь во всем. В этом суть жизни. Стать богом, богоподобным. Обрести божественную природу. Это очень важно в жизни. Если, конечно, такого стремления нет, это вот вам все равно. Говоришь там, да я трус и все. И он устарает человек. Он говорит, ну, готов тебе признаться. Даже кто-то мне такой тоже. Ну, а что и на что. Я как, что я могу себе ответить. Ну, ты получишь то, что ты заслуживаешь. Ты уже получаешь и получишь. У тебя такие люди будут. Я тебя не буду кружать. Потому что я говорю, я, видишь, я не хочу быть с тобой. Ты трус, значит, ты завтра меня предашь. Ты не идешь со мной вот так под ручку в этой стене. Вот, видите, даже на этой картинке мне она, наверное, почему близка. Потому что он там один. Я тебе предлагаю свою руку давай в замок зацепимся, как там идут стенка на стенку. И будем стоять, давай проповедовать. Сколько я призывал какой-нибудь, давайте все вместе делать. Кто что может. Мне нужна помощь с сайтом. Я все сам тяну все время. Ну, а Олег вот вызвался тогда мне помочь с сайтом. Вот. И я ему благодарен, естественно. За ту помощь, которая уже была. И до сих пор он мне помогает, когда у меня какие-то вопросы возникают. Но ведь можно больше делать. Можно за меня что-то предлагать. Тот же самый Олег, в принципе, сделал то, что я его просил. Ну, пока делали, он, конечно же, свои идеи предлагал. Все это было. У меня к нему не то, что вопросы. Только стопроцентная благодарность. Но можно делать больше. Мне не хватает времени, потому что что-то выдумать. Я не могу всеми областями заниматься сразу. Я говорю, у меня писать проблема. Неужели за все это время через меня не проходило? Кто-то меня смотрел, и у него нет писательского таланта. Переводы сколько я призывал. Ноль эмоций вообще. Кто-то брался и бросали все это. И куда, и вот какую сферу не возьми, ничего. Вот соратников. Вот Ольга ведет уже сколько? Год, наверное, у меня телегу. Я ей тоже благодарен за это. Вот интересный контент, я считаю. Я сам свой канал с удовольствием теперь смотрю. Хоть что-то нас должно... Вот тут не один человек должен быть на этой картинке. Не один. В противовес сегодняшнему вот этому оправданию как раз, да. А я вот чувствую себя одиноким. Действительно. Вот казалось бы, самообличаю, призываю. Но по факту это так, да. Ну, в тылу, да. Тебе в телеге мог кто-то, ну, в мессенджере, в личке где-то написать. Да, да, молодец, давай. Ты говоришь, ну а давай вместе. Ну, там-то ты хорошо мне там с попкорном, да. Я тут на это, на фронте, как это называется, на фронте, да, на войне. На передовой его, да. А ты там сзади хорошо устроились на креслах с попкорном. И сидят смотрят, как я тут бьюсь. Какое у меня с вами опять единодушие будет. У меня другие интересы. А если бы мы вместе были, у нас бы интересы. Мы бы обсуждали, что как, ты бы мне рассказывал, я тебе. Мы поддерживали друг друга, помогали, вступались бы. Это общее дело, общая битва. Оно сразу объединяет людей. Вот она, любовь, дела любви. Они естественны, не искусственны. А естественно, объединяет людей. Нет выше той любви, как если кто положит жизнь свою за окружающих. Там Иисус именно об этом говорил. За нуждающихся, за все. Первое слово. Второе. Грудь подставить или спиной закрыть. Ну, в случае закрывать грудью и спиной нам в жизни, очень редко предоставляются и, скорее всего, закончатся для тебя концом. А словом, пожалуйста, каждый день можешь быть воином. Кто хочет стать этим воином? Не, никто. Свобода во Христе. Кто будет проповедовать? Кто будет любовь ко всему проповедовать? Никто. Это печально. Но показываю пример в себе. 12-й год. Я до сих пор иду. Тяжело. Отчаяние. Сам себя и бодрю. Бог подкрепляет где-то. Но каждый день, каждый божий день, можно сказать, я думаю о том, чтобы все это бросить. Какие дрени феллии, как говорят, к чертовой матери. Не знаю, есть у него мама, нет у черта. Вот это так. Но именно побуждает меня сесть на кресло или где-то с кем-то, говорить всегда любовь. Вот самая настоящая любовь, в которую, конечно, укоряют, что у меня ее нету. Именно любовь к людям. Я ничего с этого за 12 лет не поимел. Прямо. Косвенно. Мне было время. Бог так все устраивал, когда я сильно болел. Мне и помогали. И я мог благодаря этому. И то, начинал я сам, да, а уже Бог мое начинание подкреплял тем, что меня поддерживать начинают. Когда меня все оставляли, Бог через другие вещи, через подработки, я умудрялся сам себя тоже содержать и все равно светить. С Ютуба прямо я ничего никогда... 10 долларов, как я говорю, в год, это смешно. Их даже на интернет не хватает оплатить. У меня тысяча рублей только в месяц оплата в селе по мобильному интернету. Вот так вот. Поэтому, что побуждает? Любовь, конечно же. Вот так вот. Поэтому себе показываю пример. Ну вот на такой грустно-радостной, не знаю, сами решайте ноте, мы с вами попрощаемся. Эдово, по версии эдово, мы закончили. Я вам хочу единственное еще, да, показать, уже показывал еще раз у меня на канале, на этом, на котором вы смотрите это видео, есть два плейлиста, найти их легко. Называются они «Веган по сердцу» и «Веган во Христе». «Веган по сердцу» — это все, что я собираю с Ютуба, что можно создать плейлист, каждый может на своем аккаунте. Даже вы можете создать. Какая бы у вас там аккаунт не был, вы можете создать плейлист, это несложно разобраться. Потому что где-то вы пишете комментарии, могут перейти на вашу страницу, посмотреть, кто вы, что вы там, где-то, может быть, где-то, может, даже будете дебатировать за истину или писать какие-то... Человек перешел, увидел у вас какой-то плейлист, да, «Веган» там, «Лекции проповеди по веганству» или еще что-то такое, или «Веган во Христе», а кто-то, может, задумается. Вы можете создать аналогичное, но вы у себя создаете. Вы не перезаливайте эти видео, потому что многие видео есть под авторскими правами и так далее. Мои видео, сейчас я скажу, может, что хотите с ним делать. Но вы можете также по аналогии со мной создать. Это не дубляж, это хороший дубляж, вернее, или как хотите, назовите пародию, дубляж с копированием. Это Божье копирование, святой. Делайте это тоже у себя на аккаунте в Ютубе. Сделайте там шапку, научитесь. Сейчас в Ютубе все можно, как шапку сделать на канале. Посвятите ее веганству, свободе во Христе, истине, чтобы в это не вкладывать. Сделайте плейлисты. Они ваши, они на вашем канале. Туда можно добавлять видео. Они и вам, как коллекция, может, пригодится. Когда вы делитесь, вы уже не ищете, где я там какой-то ролик, когда твил хороший. Будете собирать по разным вопросам, какие вам нравятся. Их можно, это не нарушать никакие авторские права, это просто ссылка собранная. Это просто оболочка эти плейлисты. Туда вы добавляете любые ролики с Ютуба. Те же самые мои, может, вам прям не все заходят. Что-то заходит. Это я к более широкой аудитории, кто там христианин, кто истинно интересуется. Сделайте тоже, пожалуйста. Но я вот их так назвал. Может, у вас что-то свое привнесите. Это только хорошо будет. Что вам, что вы считаете, вот это было бы правильно. Я вот так понимаю. Мне кажется, другие так поймут. Назовите их по-другому. И вот веган по сердцу, я же, видите, тоже объясняю, комментарии, что я под это вкладываю. Там ролики по веганству всех, кого я находил. Там все. И песни, и пляски, и клипы, и фильмы документальные, художественные, лекции, проповеди. Всех кого кто-то. Ну, многие всем известные. Какие-то, может, редкие. Поэтому, что же там для себя что-то интересное найдете. Как видите, там уже 76 роликов. Ну, и плейлист вот веган во Христе. На сегодня там уже 120, наверное, скажешь. Вот вчера делал, вот как раз еще тут два добавил, обоих это. Ну, и будет еще. Вот. Сами понимаете, если эта серия была веган во Христе из 30 оправданий, то там вон еще уже, это 90 роликов еще. И еще буду добивать. Кому интересно, вот. Будет еще серия так называемая. Но она, наверное, неформальная так будет. Я говорил, не веган, потому что Иисус то-то, апостол то-то. Там уже есть все ролики. Все, что в Ветхом Завете пытаются оправдать. Да, и тоже вот это отговориться, не становиться веганами. Потому что вот то-то, тот в Ветхом Завете, начиная от творения человека и всего этого закона жизни веганского, да, который там описан. Все у меня есть, там все эти ролики. И вот сейчас я буду после этого, уже буквально с Нового года, завтра 1 число 2022 года, буду вот писать эти ролики по Новому Завету. Некоторые уже есть там, где Иисус якобы смоковницу погубил, там где якобы послал исцеленного голубей в жертву принести. Уже такие даже тогда не выдерживал, чтобы не откладывать. Кто-то писал там в комментариях, как оправдание, тоже пытался отговорку. Я даже записывал. Ну и я уже по всему Новому Завету все, что только есть, выберу и дам ответы на все эти вопросы, на все эти места. Ну и в свободной форме у меня тоже достаточно проповедей о веганстве, о веганстве в христианстве, в других религиях. О всех аспектах жизни, где оно проявляется, о навозе сейчас запишу, да. О любых вещах, да, каких-то обличающих, да. Чтение комментариев там есть посвященных этому тоже в виде вопросов. Так что всем рекомендую. Вот опять же, вы можете создать плейлист сами и туда добавить все эти ролики, но он на вашей странице. Вот это очень важно. Можно что-то поделить или можно собрать, можно какой-то микс. Так что будьте активны и посмотрите на себя. Если вы не активны, это говорит о вашей внутренней сущности. Это очень важно. Для вас важно. Если вы хотите, в конце концов, очутиться там, где мечтаете. А это абсолютное, совершенное царство любви сильных людей, и способность, что даже жизнь отдать во имя любви. Это очень важно. И на этом все. Всем желаю всего самого-самого доброго. Пока-пока. До встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...